Зенит. Успехи в освоении космоса. Будущее. После выведения из эксплуатации космического шаттла в 2011 году, космическая наука сместила фокус в сторону исследований на МКС и к миссиям роботов в дальнем космосе. В этот период все пилотируемые полеты совершались на МКС и обратно. Единственным доступным для этого космическим аппаратом была русская ракета «Союз», что стоило НАСА и Европейскому космическому агентству миллиардов. Россия, Европа и Япония, главные партнеры на МКС, разработали собственный грузовой корабль для снабжения станции. Тогда как НАСА возложила эту задачу на частные компании. Восходящая звезда этого бизнеса компания SpaceX получила заказ на создание грузового космического корабля, который будет запущен ее же ракетой Falcon 9. Два, один, ноль. Запуск. Пуск ракеты Falcon 9 компании SpaceX. Нас обратилась к частному сектору для снабжения МКС. Еще одна аэрокосмическая компания Orbital Science Corporation подписала похожий контракт на поставку оборудования и обслуживания. НАСА разрабатывает свою собственную ракету-носитель и космический аппарат Orion. Но они предназначены для гораздо более амбициозных проектов, чем снабжение МКС. Американская активность на низкой земной орбите перепоручена коммерческому сектору. НАСА помогает с передачей технологий. Руководители агентства хотят иметь две совершенно разные системы, что даст так называемое «диссимилиарное резервирование». Когда шаттл дважды потерпел космическую аварию, НАСА застряло на Земле, пока проводилось тщательное расследование. Резервирование позволит избежать подобного паралича в будущем. В 2014 году НАСА подписало контракт с Боингом и SpaceX на создание пилотируемого космического аппарата для доставки астронавтов на МКС и обратно. Это было продолжением подхода с диссимилиарным резервированием. Космическое агентство установило критерии полетов и тренировок экипажа для нового космического аппарата, но оно не стало контролировать, насколько частные компании соблюдают эти критерии. Космический аппарат Боинга называется «Старлайнер». В нем есть место для семи астронавтов, и он может быть использован 10 раз. НАСА требует, чтобы пилотируемые космические аппараты имели более высокую надежность и безопасность эксплуатации, чем грузовые аппараты. И новые капсулы должны продемонстрировать в серии испытательных полетов, что они соответствуют сертификации. Одним из ключевых элементов нового космического аппарата является система аварийного спасения. Это эквивалент катапультируемого кресла самолета-истребителя. Как Боинг, так и SpaceX сделали выбор в пользу нового аналога метода спасения для астронавта в случае возможной аварии — это принципиально новое конструкторское решение. Испытания системы аварийного спасения Боинга прошли успешно, если не считать, что раскрылись только два парашюта из трех. Но проблема ясна. Старлайнер может совершить следующий беспилотный выход на орбиту. Одна из новых особенностей капсулы — возможность приземляться на сушу, как Российский Союз. Подушки безопасности, расположенные за тепловым экраном, надуваются перед приземлением. Отсутствие необходимости направлять корабли для эвакуации приземлившихся в воду астронавтов позволит существенно сократить расходы. Хотя капсула может запускаться с помощью Дельта-4, Фалкон-9 или готовящегося вулкана, изначально аппарат проходил испытания с носителем Атлас-5. Наземная инфраструктура Атласа была модифицирована, чтобы соответствовать техническим особенностям Старлайнера. Корабль совершил свой первый беспилотный испытательный полет в декабре 2019 года. Пунктом назначения была МКС. Запуск прошел безупречно, и через 4,5 минуты после отрыва от Земли отделилась первая ступень. Затем были отброшены защитные покрышки и аэрокожух, и верхняя ступень Центавра сгорела за 7 минут, в точности соответствуя всем параметрам траектории. После отделения капсула летела по суборбитальной траектории, поскольку это позволяло осуществить безопасное возвращение на Землю в случае возникновения неполадок. Чтобы достичь расчетной орбиты, аппарат должен был зажечь свои сопла ориентации и маневрирования через 31 минуту после отрыва от Земли. Однако пуск потерпел неудачу. Не включились сопла выведения на орбиту. Наземный контроль сумел спасти часть миссии, но аппарат не смог добраться до Международной космической станции. Эта неудача задержит первый пилотируемый полет Старлайнера. Пилотируемая капсула Dragon от SpaceX является доработкой грузового аппарата, совершившего свой первый полет в 2010 году. С самого начала у Dragon имелся тепловой экран, позволяющий безопасно возвращаться на Землю. Такой возможности не было ни у одного другого грузового аппарата МКС. В дополнение к этому у Dragon есть иллюминатор. Это должно стать ключевым моментом для долгосрочных планов SpaceX в отношении аппарата. В 2014 году, после того, как был подписан контракт на пилотируемый космический аппарат SpaceX, начала работы на Dragon 2. Как и его аналог, у Боинга Dragon 2 может нести негерметичные грузы и имеет модуль теплового обмена, а также наружное покрытие и сход элементов, которое отменяет необходимость подвижных элементов, составляющих раскладывающиеся крылья солнечных батарей. Dragon 2 может разместить на своем борту 7 астронавтов, хотя в НАСА сказали, что обычный экипаж составит 4 человека. Интерфейс контроля на сенсорном экране. Пусковой комплекс мыса Канаверал 39A был оборудован рукой посадки экипажа и в марте 2019 года беспилотный аппарат совершил первый полет, известный под названием «Демо-1». Dragon нес на своем борту манекен-астронавт, оборудованный датчиками для измерения силы G и комплект оборудования для МКС. Запуск и маневры по выравниванию его орбиты с МКС прошли успешно. Автоматические процедуры стыковки прошли мягко, и Dragon оставался соединенным с МКС в течение пяти дней. Отсоединение от МКС прошло, как и ожидалось. Наблюдатели на Земле были довольны поведением капсулы. Во время миссии проводился мониторинг каждого аспекта полета Dragon. Возвращение аппарата на Землю прошло безупречно. Восстановленная капсула будет повторно использована для еще одного оставшегося испытательного полета. SpaceX планирует использовать новые капсулы для пилотируемых полетов, а восстановленные капсулы затем использовать для доставок грузов. Руководители SpaceX и NASA готовят первый пилотируемый полет. На сертификационных испытаниях будет симулирована ситуация аварии с носителем, в результате чего будет проверена система аварийного спасения Dragon. Но перед этим должны быть заново протестированы двигатели SuperDraiko. Это уже проделывалось много раз и считалось обычной рутиной. На попавшем в публичный доступ видео виден взрыв, который разрушил капсулу. Проблема была не в отказе двигателя, а в неисправном клапане. Испытательный полет системы аварийного спасения Dragon 2 наконец состоялся в начале 2020 года, но, как и в случае с капсулой Boeing, которая тоже сильно отстала от графика, взрыв и последовавшие за ним расследования вызвали новую незапланированную задержку. Около точки максимального динамического давления двигатели основной ступени были отключены и система аварийного спасения сработала автоматически. Вскоре после этого аэродинамические удары спровоцировали взрыв носителя. Сертификационные испытания прошли успешно. И следующий полет Dragon 2 будет с астронавтами внутри. В стадии разработки находится еще один космический аппарат, достойный упоминания. Dream Chaser от Sierra Nevada Corporation. Это аппарат с модифицированным корпусом разработан для вывода на орбиту носителем Atlas V, который приземляется на коммерческую взлетно-посадочную полосу. Пока что все полеты Dream Chaser были связаны с первичными испытаниями. Dream Chaser может доставить на Землю 1500 килограммов груза. Как пилотируемый аппарат он может взять на свой борт от двух до семи астронавтов. Европейское космическое агентство проявило интерес к аппарату, который мог бы запускать европейских космонавтов на французском носителе Arian. Аппарат для маневров на орбите будет использовать жидкостные двигатели на метане и тетраксиде водорода вместо очень токсичного гидрозина. Когда космический шаттл приземлялся, он должен был отводиться на ограниченную полосу, где специальная команда чистила аппарат от остатков гидрозина. Sierra Nevada Corporation не принимала участие в контракте NASA по доставке астронавтов на МКС, так как компания не могла уложиться в дедлайн NASA 2017 года для пилотируемых миссий. Приоритетные партнеры Boeing и SpaceX тоже не смогли уложиться в этот дедлайн. Но у Dream Chaser есть контракт на доставку грузов к МКС, в связи с чем разрабатывается одноразовый грузовой модуль Shooting Star. Компания все еще планирует создать пилотируемый вариант Dream Chaser, но пока не ясно, когда этот аппарат полетит. Дельта-2 Пять Четыре Три Два Один Запал Запал! Дельта-2 Со стартового комплекса 17 на мысе Канаверал состоялось много исторических запусков в миссии Дельта-2. После закрытия программы шаттлов старая инфраструктура NASA была убрана. Головокружительная космическая гонка давно позади, и бюджет NASA неуклонно сокращался. Поэтому многие стартовые площадки были переданы частному сектору. Наса курировала коммерческий аппарат, который будет продолжать обслуживать исследовательские программы на МКС, но в центре ее внимания был новый космический аппарат Orion и огромная сверхтяжелая ракета-носитель, которая выведет его на орбиту. С момента своего основания в 1958 году основной задачей агентства было развивать космические технологии и затем достигнуть Луны. С некоторых пор большая часть исследований выполнялась роботами. Теперь новая программа под названием Артемида возвращается на Луну. Она опирается на космический аппарат Orion и сверхтяжелую двухступенчатую ракету-носитель СДРН. СДРН станет самой мощной из когда-либо построенных ракет. Но хотя в ней использованы новейшие технологии, большинство ее компонентов унаследованы от космического шаттла. Версия Блок-1, которая отправит беспилотный космический аппарат Orion на орбиту Луны, имеет основную ступень, подобную использовали на шаттле. В основной ступени имеется четыре двигателя АРС-25. У шаттла было три таких двигателя. От программы шаттл у нас осталось еще 16 двигателей. Двигатели остались теми же, но система контроля была доработана. Каждый двигатель прошел суровые испытания, и когда закончится исходная серия, будет доступна усовершенствованная модель АРС-25Д. Основная ступень сверхтяжелой ракеты-носителя дополнена двумя вспомогательными твердотопливными двигателями. Еще одно усовершенствование технологии шаттла. У каждого двигателя пять сегментов, ранее было четыре. Новая модель была тщательно протестирована. Вспомогательные двигатели работали только в течение двух минут полета. Каждый двигатель ежесекундно потребляет шесть тонн топлива и дает более 75% тяги ракеты. В отличие от вспомогательных двигателей шаттла, эти двигатели одноразовые. Верхняя ступень конфигурации блок-1 двуступенчатой сверхтяжелой ракеты-носителя называется промежуточной креогенно-пропульсионной ступенью ПКПС. Это временная модификация дельта-креогенной второй ступени, использовавшаяся на носителях дельта-3 и дельта-4. В 2014 году носитель дельта-4 с этой верхней ступенью вывел космический аппарат Орион в первый тестовый орбитальный полет. Орион симуляционным служебным модулем был поднят на высоту 5800 километров, что сделало возможным высокоскоростное возвращение примерно как в лунной миссии. Значительно более массивная исследовательская верхняя ступень должна была заменить ПКПС в первой пилотируемой миссии носителя Блок-1Б, но изменения в проектном плане вызвали задержки. Теперь ИВС не полетит до четвертой миссии Ориона. Космический аппарат Орион может комфортно разместить на своем борту четырех астронавтов на срок 21 день. Астронавты при этом будут дышать воздухом атмосферного давления. Планируется, что аппарат будет летать за пределы земной орбиты. Предусмотрена его интеграция с более крупными модульными системами, например, жилыми модулями, десантными кораблями или лунной орбитальной платформой. Все элементы контроля преимущественно на сенсорном экране. Цифровые системы управления позволяют уменьшить вес за счет отсутствия проводов и переключателей. Служебный модуль Орион является вкладом Европейского космического агентства в этот проект. Он является доработкой автоматического грузового корабля, который доставлял грузы на МКС. Кислородные и азотные цилиндры в служебном модуле подают воздух. Это баки с запасами воды, использованная вода не утилизируется, а возобновляется. Четыре крыла солнечных батарей производят 11 кВт электроэнергии для зарядки аккумуляторов и питания электронных подсистем. Для создания тяги и маневрирования служебный модуль оборудован версией системы, работавшей на космическом шаттле. Но, как и многие компоненты этого аппарата, система может быть легко заменена, когда станут доступны альтернативные модели. Еще один важный компонент системы это система абортирования запуска, установленная поверх капсулы. Три разных типа твердотопливных ракет готовы зажечь свои сопла при малейшем намеке на неисправность в носителе. Система была испытана в июле 2019 года на носителе «Минотавр» в сильно модифицированном варианте ракеты «Пискипер». Инженеры были в восторге от ее полета. Стартовая инфраструктура переоборудуется для сверхтяжелой ракеты-носителя. Все активнее ведутся приготовления к испытаниям новой большой ракеты. основная ступень покинула цеха Мишут Ассембли и это событие отпраздновали. Но она еще не отправилась на мыс Канаверал. Ее погрузили на баржу и отправили в Стеннис тест фасилити, где она будет подготовлена к испытаниям Гринран. Дата и даже год запуска уже не раз откладывались, хотя он мог бы состояться уже в 2020 году. Исследовательская инициатива НАСА получила новый толчок в 2012 году, когда вице-президент Соединенных Штатов Пенс, председатель Национального Космического Совета призвал ускорить исследовательскую инициативу НАСА. Твердым намерением данной администрации и Соединенных Штатов Америки является возвращение американских астронавтов на Луну в ближайшие пять лет. Пришло время сделать еще один гигантский шаг и вернуть американских астронавтов на Луну, основать там постоянную базу и развить технологии так, чтобы отправить американских астронавтов на Марс и еще дальше. В соответствии с существующей программой посадка на Луне должна состояться не раньше 28-го года. Через месяц после речи Пенса НАСА объявило о программе Артемида. В конце 2019-го года был объявлен тендер на создание лунного посадочного модуля и лунной космической станции так называемых «Лунных ворот». Первый беспилотный аппарат «Орион» должен выйти на серию петлевых орбит Луны в 2020-м году. Астронавты готовятся к запланированному запуску Артемида-2 в 2020-м году. По текущему плану экипаж из четырех человек должен быть выведен на дальнюю ретроградную орбиту Луны, по которой он будет летать в течение 21 дня. Инженеры были вынуждены внести изменения в конструкцию аппарата с целью модификации первично заданной траектории, чтобы соответствовать ограниченным возможностям промежуточной криогенной верхней ступени. В этот период, согласно плану Артемида, должны совершаться коммерческие беспилотные запуски, цель которых разместить элементы лунных ворот и лунного посадочного модуля на орбите Луны. Maxar Technologies подписала контракт на создание силового и двигательного элемента. Некоторые видят в этой фазе программы Артемида слабое звено, потому что Конгресс США не спешил утверждать дополнительное финансирование. Пока еще нет конкретной модели лунного посадочного модуля и некоторые считают, что дедлайн 2024 года был слишком оптимистичным. Артемида-3 доставит астронавтов мужчину и женщину на южный полюс Луны, где лед существует в постоянно затененных кратерах. Долгосрочные планы инициативы космических исследований НАСА включают развитие технологий, которые позволят совершить посадку на поверхности Марса. Космический аппарат нового типа возьмет на свой борт пассажиров. Virgin Galactics в 2020 году начнет отправлять платежеспособных клиентов в космос. Компания использует многоразовые модули. Virgin строит два дополнительных космических корабля. Пассажиры будут испытывать состояние невесомости в течение примерно шести минут. Virgin также выходит на рынок спутников, используя в качестве стартовой платформы Boeing 747, называемой «космической девой» и используемой в качестве материнского корабля воздушного старта. Режиссер Эван Кларк Продюсер Брэд Хьюз Озвучено по заказу студии U7 в 2022 году. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова